Меня зовут Александр Малко и я возглавляю Университет Ресурсной Медицины. Больше 12 лет уже занимаюсь таким способом оздоровления. Более того, мы этот способ оздоровления уже активно обсуждаем с большим ученым миром медиков, за что, собственно, удостоились наград высших в Академии Медико-технических наук. Бывают болезни, которые хорошо поддаются лечению в классической медицине, а бывают болезни, которые не просто не поддаются, становятся хроническими, человек как бы лечится, поддерживается, его становится хуже, он становится инвалид. Такие вот бесперспективные болезни. А бывают еще хуже, когда таких бесперспективных болезней, например, у человека две. В истории, которую предлагаю посмотреть вам дальше, клиент в 67 лет, в течение нескольких лет болел двумя практически неизлечимыми болезнями. То есть нигде в мире они не лечатся вообще. Это болезнь сареаз, поражение кожи с уже осложнением в суставах. Суставы переставали двигаться. И вторая болезнь, которая нигде в мире не лечится, это болезнь Бехтерева, обездвиженность позвоночника. То есть позвоночник становится вот просто как окостеневший. Это ужасные боли, это инвалидность, это бесперспективность. Еще раз повторю, причем он объясняет это, как ему в центре ревматическом приписывают препараты, препараты не становятся хуже и так далее, и так далее. Все в истории. Но история не просто история болезней. Это история и история здоровья. За несколько месяцев бесперспективные две болезни у одного человека вдруг поддаются самоизлечению. Причем не просто так. Это, в общем-то, логика. Это следование неким предписаниям и так далее, и так далее. Он немножко рассказывает о том, чем, как он смог две неизлечимые во всем мире болезни у себя взять и излечивать. На момент интервью он уже не инвалид практически. Остались только отголоски болезни. В общем, что я забегаю наперед. Смотрите историю одного человека с 67 лет, у которого две неизлечимые болезни поддаются самоизлечению. Здравствуйте. Я Висанич Николай Владимирович. Мне 67 лет. За мной с целым комплексом хронических заболеваний. Псориаз и проблемы с позвоночником были давно. Псориатический артрит проявил себя в октябре 2016 года. Тогда же и диагностировали болезнь Бехтьева. Я резко потерял вес. Суставы рук и ног распухли и сильно болели. Из поликлиники меня направили в левого центра, где выписали таблетки для снятия боли. И уколы методжекта, которые мало помогали, вот когда становилось хуже ток. Подвижность в суставах не появлялась. Боли продолжались. Ходить было тяжело. Структуарный бордюр спускался боком. Шнурки завязывал себя с трудом. Шея потеряла подвижность. Пока ждал места в больнице для госпитализации, искал альтернативные методы лечения, что привело меня в зал. Через неделю посещения зала я прекратил делать уколы методжекта. А через месяц отказался от отбезболивающих таблеток. Сначала работа на массажно-тепловом оборудовании шла неинтенсивно из-за высокого кровяного давления. Но с ноября 2017 года давление у меня нормализовалось, и мне составили индивидуальную программу для восстановления позвоночника. На данный момент мой вес восстановился. Подвижность суставов рук и ног восстановилась. Правда, суставы еще немножко похрустывают и покалывали в пальцах ног. Я снова занимаюсь йогой и легко поднимаюсь по лестнице. Цыряз постепенно проходит. Работа по программе восстановления позвоночника дал свои положительные результаты. Хотя в ревмоцентре сказали, что процесс не обратили. Раньше, чтобы достать головой до тюрманьего валика, приходилось подкладывать под валик удвое сложенную подушку. Сейчас в этом нет необходимости. Для повышения интенсивности восстановления позвоночника использую дома тепловой ковер, кровать, массажер и массажер для ног. И продолжаю ходить в зал на дальнейшее восстановление позвоночника и суставов под наблюдением специалиста. Ну, как вам история? Если вы хотя бы примерно понимаете, о чем идет речь, о двух неизлечимых болезнях, нигде в мире они неизлечимы, которые у одного человека поддаются самоизлечению, вот этот способ называется ресурсный способ оздоровления или ресурсная медицина, которой, собственно, я и наша команда коллеги-партнеры обучаем в университете ресурсной медицины. Больше 12 лет я исследую подобные случаи выздоровления, объясняю, как это все происходит, веду диалог с профильными докторами, профессорами и уже с академиями про этот способ, который доступен каждому человеку в домашних условиях вообще. Просто в домашних условиях. Благодаря чему? Благодаря тому, что ресурсы в организме, они есть, даже если ты про них слабо знаешь или не знаешь, что с ними делать. Они же все равно есть и ты с ними можешь что-то делать. Вот этому всему мы обучаем на первом базовом курсе. У нас есть первый курс в университете ресурсной медицины. Он длится один месяц. В восьми сессиях вы изучаете весь материал, который вам нужен, будет по жизни вам, вашей семье, вашим родным и близким. Для того, чтобы оставаться здоровым, без болезней до 120 лет, жить спокойно и счастливо. На этот курс вы можете поступить прямо сейчас, зарегистрировавшись, подав заявку в ближайшую группу, которую мы будем набирать в описании к этому видео. Есть заявка «Поступить на первый курс». Позже вы сможете узнать, что есть и второй курс. Но он более углубленный. Но, как правило, мы предлагаем его пройти уже специалистам, которые занимаются работой в сфере ресурсной медицины. Ну, об этом чуть позже. все, что вам нужно для своего здоровья, нажать на ссылку ниже, поступить к нам на первый курс и дождаться набора в ближайшую группу первого курса, где вы за 8 сессий, за 2 месяца под моим руководством четко будете понимать для здоровья. нужно 1, 2, 3, 4. И тогда даже неизлечимые болезни, подавляющие большинство, как в этой истории, вы увидите, как они могут поддаваться самоизлечению, а здоровье просто сохраняется. Даже у здоровых здоровья становится больше. И в этом тоже секрет ресурсной медицины. оставайтесь с нами. Университет ресурсной медицины первый курс. Регистрация по ссылке ниже. Пока.